Добрый вечер! Главные новости продолжит эфир на Атамикен Бизнес и вот о чем мы расскажем сегодня. Министров предупредили, бизнес должен работать спокойно. Премьер сделал предупреждение всему правительству, как проходит пересмотр законодательных актов в отношении предпринимателей. Жанат Турсынов расскажет. А ВОЗ и ныне там. Если в июне я могла уехать где-то за 6,5-7,5 тысяч долларов на контейнер, то сейчас уже опять 10 тысяч. В сфере транспортного контроля выявлены коррупционные риски практически на всех направлениях деятельности, какие именно узнавала Сауля Байгалеева. Институт семьи под ударом или как закон о декларировании расходов обозначил неудобных кандидатур для заключения брака. Внение аналитиков записал Дильмурат Муталипов. У казахстанцев появилась еще одна возможность изъять свои пенсионные накопления. Мадинал Молдина в студии новостей. Это Микен Бизнес. Суртоперевод представляет Диана Ахмеджанова. Минфин не будет облагать налогами денежную помощь, которая выделяется предпринимателям, пострадавшим из-за трагедии января. Об этом сегодня сообщили в Комитете госдоходов. Согласно внесенным изменениям и дополнениям в налоговый кодекс, юрлица и ИП, как субъекты малого и среднего бизнеса, вправе корректировать совокупный годовой доход в случае получения денег на возмещение имущественного вреда, причиненного в январе 2022 года. При этом сумма корректировки налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, отражается в декларации по НДС за налоговый период, в котором наступил случай порчи или утраты товара. Денежная помощь в виде компенсации от государства, полученной предпринимателями, принесшими убытки вследствие порчи имущества во время январских событий, освобождается от уплаты доходного налога. То есть можно исключить из совокупного годового дохода сумму денег, полученную субъекту малого или среднего бизнеса на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия ЧП. Индивидуальным предпринимателям можно исключить из доходов, подлежащих обложению ИПН, бюджетные выплаты в виде возмещения имущественного вреда. Такую корректировку можно применять, если есть решение комиссии, созданное Акиматом, и субъект включен в реестр данной комиссии. В Казахстане сократят требования к бизнесу. Об этом накануне заявил премьер-министр Алихан Смаилов на совещании по регулированию предпринимательской деятельности. Теперь в Кабмине намерены снизить административную нагрузку на бизнес и очистить нормативно-правовую базу от избыточных требований. В Министерстве нацэкономики проанализировали регуляторные акты в сферах общепита, торговли, услуг проживания, транспорта и сельского хозяйства, в ходе чего выявили, что некоторые требования не соответствуют базовым условиям и дублируют друг друга. В ближайшие месяцы в правительстве намерены провести такой же анализ еще по шести направлениям. Кроме того, в Кабмине решили автоматизировать систему госконтроля над бизнесом. Как подчеркнул Алихан Смаилов, благодаря этому процессу проверяющие будут приходить с проверками только туда, где есть серьезные нарушения. Требования к бизнесу должны быть понятные и четкие. Бизнес должен работать спокойно. Сокращение необоснованных, ненужных, неактуальных требований к бизнесу имеет критически важное значение. Мы сейчас живем в новых реалиях, поэтому к моменту отмены моратория на проверки бизнеса система госконтроля и надзора должна быть справедливой и объективной. Достижение этой цели напрямую зависит от госорганов. По каждому курируемому сектору, от каждого министра, каждого вице-министра, эту работу нужно сделать добросовестно, чтобы общество почувствовало изменения. В ином случае я буду ставить кадровый вопрос ребром. Большое количество административных требований к бизнесу были введены еще в советское время и уже изжили себя. И теперь проводимая реформа должна поменять регулирование от принципа найти и наказать до метода прийти и проконсультировать, чтобы бизнесмен впоследствии избегал нарушений. В нацпалате говорят, что новые требования дадут предпринимателям больше свободы. Сможет ли бизнес вздохнуть по-новому, Жанат Турсынов расскажет. Назвать конкретное количество требований к бизнесу со стороны государства не сможет ни одно ведомство. При этом условия не только дублируют друг друга, но и неэффективны, а некоторые даже абсурдны. Например, только в сфере общепита насчитали более 2000 требований, из них порядка 750 не соответствовали нормам. Анализ предписаний проводился по 7 базовым условиям, которые прописаны в предпринимательском кодексе. По такому принципу будут освежать все сферы предпринимательства, и если требования не будут соответствовать нормам, то их пустят под нож. По задумке государства реформа сильно облегчит жизнь и деятельность бизнесменов. Однако полностью отменять регулирование никто не будет. Мы понимаем, что, конечно, изменение либо отмена каких-то требований, возможно, там, ну, повлечет, возможно, какой-то там, что бизнес расслабится и будет нарушать. Мы для того, чтобы этого не допускать, мы с государственными органами прорабатываем и говорим, что раз вы даете предпринимателям свободу, соответственно, те предприниматели, которые нарушают эти требования, должны отвечать более строго. То есть бизнесу дается свобода, но в то же время его ответственность должна повышаться. Нацпалата вместе с госорганами планируют завершить реформу в течение года. Пять основных сфер предпринимательства, в которых задействованы около 65% субъектов бизнеса, уже близки к завершению. Среди них общепит, торговля, транспорт, гостиничная сфера и сельхозотрасль. Однако грандиозных изменений от реформы ждать не стоит. То, что прописано в законе и практический результат, это две разные вещи, считает юрист Ербол Каримов. И если госорганы будут сразу правильно прописывать нормативные акты, то и изменять потом ничего не нужно. Ожидание, скажем, законодателя и его реализация этой нормы, она не всегда бьется. Поэтому здесь важно именно не только право применительное, ну точнее изменение каких-то норм и так далее, но и важно именно обоснование этих норм, то есть какая-то трактовка со стороны правительства. То есть здесь помимо того, что, ну вот я считаю, что помимо того, что нужно пересматривать законодательные акты, нужно, чтобы сами инициаторы, получается, всех проектов нормативно-правых актов, да, чтобы они разъясняли определенные нормы, то есть давали четкое понимание этих норм. В Нацпалате рассчитывают, что после окончания моратория на проверки бизнеса регуляторное поле будет очищено от сорняков. В разработке экономической реформы использовали методы развитых стран, в которых бизнес-сообщество работает в комфортном климате. Вот только одного изменения законодательной базы недостаточно, чтобы предприниматели могли вздохнуть по-новому. Жанат Турсинов, Атамикен Бизнес. В Казахстане 90% транспорта остается вне госрегулирования, а ежегодные потери бюджета в виде сбора и штрафов могут составлять более 10 миллиардов тенге. В сфере транспортного контроля выявлены коррупционные риски практически на всех направлениях деятельности, какие именно узнавала Сауля Байгалиева. О проблемах в транспортной сфере мы говорили не раз. Сейчас ситуация не только не меняется, но набирает обороты. Усугубляют ее последствия антироссийских санкций. В сфере грузоперевозок, к примеру, до сих пор не решается проблема с дефицитом и распределением разрешительных иностранных бланков, их в народе называют дозвола, а также наличием грузовых машин. Этот рынок продолжают перенимать компании из соседних санкционных стран. Проблема в том, что мы не можем понять, куда эти дозвола деваются, если честно. Пара моих партнеров сейчас жалуется о том, что у них нет бланков, которые идут на Польшу. Несколько партнеров жалуются на то, что приоритет по выдаче дозволов сейчас уходит на две белорусские компании, которые здесь достаточно давно уже зарегистрированы и достаточно давно сюда перекинули свой автотранспорт. Но опять-таки этот автотранспорт на временной регистрации водители точно так же граждане Беларуси, соответственно, налоги и так далее, они все больше, чаще оседают в Беларуси. В Антикоре подтверждают махинации с иностранными бланками разрешений. К примеру, в прошлом году пятью группами перевозчиков получено две тысячи разрешений, а возвращено в инспекцию всего 4%, что свидетельствует об их перепродаже, констатирует Антикор. Спрос на бланки настолько высок, что при официальной стоимости 150 долларов их могут нелегально продавать за две тысячи. В Комитет транспортного контроля подготовлено более ста рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих коррупции. Практически во всех направлениях выявлены коррупционные риски. Комитетом не обеспечена автоматизация контроля, что способствует манипулированию данными и уводу виновных лиц. В итоге 90% транспорта остается вне госрегулирования, а ежегодные потери бюджета в виде сбора и штрафов могут составлять более 10 миллиардов тенге. По словам представителей сферы грузоперевозок, сильно ухудшилась ситуация по доставке грузов из Китая. В санкционных странах резко вырос спрос на китайские товары. Это повлекло рост цен на автомобильные перевозки. Их стоимость подскочила вдвое. Но есть и другая проблема. При распределении грузов китайская сторона отдает приоритет более масштабным российским и европейским логистическим компаниям. Казахстану остается лишь 20% импорта, говорят специалисты. Сейчас Китай урезал план импорта для нашей страны в два раза. При этом товары для санкционных стран и Европы поставляются через нашу территорию. На трассах приграничных районах сейчас наблюдаются километровые очереди. Если в июне я могла уехать где-то за 6,5-7,5 тысяч долларов за контейнер, то сейчас уже опять 10 тысяч. А это ложится на кого-то, ложится на нас с вами и на любого потребителя в республике Казахстан. Ситуация с ЖД ухудшилась. Все начали стараться отправлять грузы автомобильным транспортом. Но и здесь тоже не все, слава богу. По информации, которая была на прошлой неделе, из 100 машин, которые стояли на заезд, на погрузку с Казахстана в Китай, 20 машин это были казахстанские. Все остальное это были белорусские, российские номера. Ситуация грозит срывом сроков поставок и, самое главное, дополнительным ростом цен на импортные товары как минимум на 10-15%, говорит Оксана Сорокина. По ее словам, ответственные организации и ведомства должны добиваться увеличения квот для Казахстана и прозрачности сферы грузоперевозок. Однако пока этого не происходит. Тем временем страдают и предприятия, чье производство напрямую зависит от импорта. Стало известно, к примеру, что предприятия Масложирового Союза 20 августа могут остановиться, если не получат сырье. Сауле Байгалиева, Атамикен Бизнес. Несмотря на ухудшение оценок общего роста мировой экономики, макропрогнозы по странам СНГ улучшаются. Спад в этом регионе по итогам года может составить 7,2% вместо ранее ожидавшихся 8,3%. Как пишет газета Коммерсант со ссылкой на опросы Focus Economics, снижение показателя ВВП по-прежнему ожидается в России, Украине, Белоруссии и Молдавии. Больше всего пострадает украинская экономика, которая сталкивается с рекордными падениями экспорта и последствиями разрушения инфраструктуры. Остальные страны СНГ сохранят положительные темпы роста. Наименее выраженное по сравнению с прошлым годом сокращение ВВП ожидается в Азербайджане и Казахстане. Иностранные инвесторы стали меньше покупать государственные ценные бумаги. По данным Ассоциации финансистов Казахстана, с начала года объем вложений в ноты Нацбанка и облигации Минфина сократились на 200 млрд тенге. Такая тенденция, по словам экспертов, сложилась из-за ужесточения монетарной политики Федерального резерва, геополитической ситуации в мире и высокой инфляции в Казахстане. Как снижение инвестиций влияет на экономику, узнавала Амина Абдрахманова. На начало этого года объем иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги Казахстана составлял 600 млрд тенге. За 7 месяцев он уменьшился на 200 млрд. По словам аналитиков, иностранные инвесторы выходят из фондового рынка не только из-за военного конфликта в соседних странах. На это повлияли еще и инфляция и трагические события в январе, а также удешевление национальной валюты. По мнению экономистов, хранить деньги в тенге – не самый интересный инструмент для инвесторов. Сам факт того, что они выходят, это уже не очень хорошо. Объем не с такой существенный, но для валютного рынка он довольно значимый. Потому что у нас объемы торгов сейчас довольно низкие, 90-100 млн. 100 млн – это что у нас? При текущем косе 400, то есть это 40 млн тенге. По словам экономистов, отток инвестиций из государственных бумаг оказывает давление и на тенге, так как на валютном рынке в такой ситуации происходит недостаток ликвидности. То есть инвесторы конвертируют тенге на доллар и выводят из Казахстана. В это время внутренний валютный рынок начинает испытывать дефицит, из-за чего иностранная валюта начинает дорожать. Однако хорошим подспорьем для иностранных инвесторов в последнее время становится международный рынок, где торгуются еврооблигации казахстанских эмитентов. Там большие объемы, выпуски на миллиарды долларов. И, соответственно, вот этот рынок, он такой очень активный и он такой показательный. И вот этот рынок, он, наверное, даже более показательный, чем рынок тимбовых инструментов. Именно в плане понимания интереса иностранных инвесторов казахстанским эмитентам. По словам экономистов, пока в фондовые инструменты в Казахстане вкладываются владельцы долгосрочных контрактов. А вернуться ли в страну те, кто уже вывел капитал за границу, пока неизвестно. Но, как говорят эксперты, ситуация может измениться уже через пару лет. Амина Абдрахманова, Нурбол Сазабеков, Атамикен Бизнес. Минфин Казахстана разместил три выпуска гособлигаций почти на 115 миллионов долларов. Общая сумма в национальной валюте составляет 54 миллиарда 700 миллионов тенге, говорится в сообщении Казахстанской фондовой биржи. Добавим, что доходность госбумаг Казахстана начала расти с весны 2020 года, после того, как несколько аукционов были признаны несостоявшимися. Тогда Минфин разместил государственные долгосрочные казначейские обязательства на 558 миллионов долларов под 11% годовых. В то время как в начале того же года бумаги размещались в среднем под 9,5%. Квота Казахстана на добычу нефти в рамках пакта ОПЕК-плюс в августе составит 1 миллион 710 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики. Суточные обязательства нашей страны по сделке в июле были на 30 тысяч баррелей меньше. В сентябре страны-картеля будут добывать еще на 100 тысяч баррелей, о чем ОПЕК и союзники договорились накануне. Какая квота будет у Казахстана, станет известно позже. Аналитики назвали самых невостребованных женихов и невест в Казахстане. По их мнению, госслужащие сейчас непривлекательные кандидатуры для брака. И всему виной пилотный законопроект о декларировании теперь уже не доходов, а расходов чиновников, приравненных к ним лиц и членов их семей. Проект еще в стадии обсуждения, однако есть повод для беспокойства, убеждены эксперты. Мой коллега Дельмурат Муталипов попытался узнать, как сохранить институт брака при таком способе борьбы с коррупцией. С этого года казахстанские чиновники, лица, приравненные к ним, их супруги начали декларировать свои доходы. А уже через 4 года, возможно, под контроль фискальных органов могут попасть и расходы высшеназванной категории граждан. Новая концепция, которая изначально направлена на противодействие коррупции, уже наделала много шума в казахстанском обществе. С 2026 года начнется процесс декларирования расходов для всего населения. Следует отметить, что налоговым кодексом уже установлена ответственность в виде 10% налога от суммы превышения для всех физических лиц. Что касается государственных служащих, предложено усилить их ответственность. Если расходы будут превышать законные доходы, и чиновник не сможет их объяснить, ему грозит изъятие разницы в виде штрафа, а за значительное превышение вплоть до увольнения по отрицательным мотивам. Также условия документ предусматриваются для супругов госслужащих. Законопроект сразу же подвергся критике некоторых экспертов, в том числе сотрудников Департамента прикладных исследований. По их мнению, в борьбе с незаконным обогащением авторы проекта не учли возможный удар по институту семьи в Казахстане. Предложенная мера по декларации расходов, она, на мой взгляд, мало проработана. В частности, включение в контроль не только госслужащих, но и их супругов является двояким. С одной стороны, кажется, что мера позволит частично устранить пути обхода декларации, но это только на момент сейчас текущие госслужащие, которые состоят в браке. А что на потом? На потом может в данной мере сформировать неправильный стимул, что с госслужащими невыгодно состоять в официальном браке. В департаменте прикладных исследований уточняют, что если наказание в виде лишения должности будет выноситься от суммы превышения расходов, то это полностью исказит антикоррупционный замысел. Чиновники просто начнут укрывать ту долю дохода, за сокрытие которого не понесут ответственности. А значит, новый метод борьбы с коррупцией окажется просто неэффективным. Дилимрат Муталипа, Булат Айт Молда, Томикен Бизнес. Диас, привет! При каком сценарии казахстанцы опять будут жить в условиях к изоляции? Приветствую, Мадина. На самом деле сценарий, при котором нас всех ждет тотальный локдаун, маловероятен. Например, в столице, которая находится в так называемой «желтой зоне», ситуация имеет тенденцию к стабилизации. По крайней мере, так заявила главный государственный санитарный врач Айжан Исмагомбетова. В принципе, в последние несколько дней мы видим, что появилась, так скажем, тенденция к стабилизации ситуации. Это первое. Второе. Показатель R в Нур-Султане, он тоже ежедневно снижается. И сегодня он там чуть больше единицы 1, 0,98, если мне память не изменяет. Соответственно, это тоже говорит как бы в пользу того, что ситуация в Нур-Султане, она больше имеет тенденцию к стабилизации, нежели к ухудшению. Поэтому, в принципе, сейчас говорить о введении дополнительных каких-то жестких ограничений в Нур-Султане мы не говорим и не прогнозируем. Несмотря на это, по словам главного госсанврача, в столице необходимо соблюдать рекомендации по ношению масок в общественном транспорте, закрытых помещениях, местах массового скопления людей. В остальном, в Казахстане карантинных ограничений нет. Страна, если смотреть на матрицу оценки, эпидемиологическая ситуация находится в зеленой зоне. Как сообщила министр здравоохранения, сейчас 94% зараженных коронавирусом лечатся на амбулаторном уровне, то есть дома. И заявления, и заболевания в большинстве случаев проходят в легкой форме. Однако все может поменяться. Пока вот даем только рекомендации. Но если это будет какой-то угрозой для общего здоровья населения, или будут очень много тяжелых случаев, или смертность от этой болезни повысится, конечно, мы свои меры пересмотрим. Отмечу, что в начале года глава государства говорил, что коронавирус становится всеобщим явлением, и большинство будут вынуждены переболеть. Поэтому Касамжумар Тукаев призвал не душить бизнес. Как поведет себя Минздрав при ухудшении эпидситуации, покажет время. Все-таки никто не хочет возвращаться в тот период, когда маски были обязательными. На дверях каждого заведения необходимо было отмечаться с помощью QR-кода и паспорта вакцинации. Спасибо, Диас. Ну а частные детские сады могут массово уйти в тень или вообще навсегда закрыться. Об этом говорят владельцы организаций дошкольного образования и эксперты в этой области. Ну а причина – внедрение лицензирования, предложенное Министерством просвещения. Эксперты считают, что это всего лишь вход в бизнес, причем с большими коррупционными рисками. Однако в профильном ведомстве говорят, что беспокоиться не о чем. Стороны выслушала Саяна Санакова. Псевдореформа ради реформы. Так эксперты в области дошкольного образования называют повторное внедрение лицензирования детских садов. Они уверены, что из-за этого процесса многие частные садики закроются, а оставшиеся государственные демографическую нагрузку осилить не смогут. А некоторые могут поступить хитрее, уйдут в бизнес детских центров, которым лицензия для работы не нужна. Кстати, цены на их услуги за год уже выросли более чем на 10%. Ну или вообще уйдут в тень. На самом деле все понимают, что это просто псевдореформа. Кто-то действительно переквалифицируется и станет детским центром. А почему бы и нет? Просто будут открываться маленькие детские садики на дому. На там 8-10 детей. И никто не будет знать, что это детские сады. Плюс мы все понимаем, что там, где есть лицензирование, там всегда будет место для коррупции. Эксперты уверены, что лицензирование на качество дошкольного образования никак не повлияет. Ведь лицензию бизнесмену предоставят только один раз при открытии садика. А дальнейшая судьба дошкольного заведения и какой контроль будет над ним, неизвестно. Если сейчас хоть какой-то контроль есть, потому что большинство детских садов работает по госсоцзаказу, проходит, соответственно, процедуру аккредитации, аттестации и так далее, предоставляют все документы, то после того, как будет государство Минпросвещение внедрять вот это вот свое лицензирование, мы просто получим большой отток этих организаций в серый сегмент. Вот и все. А там уже никто ничего не проверит. И там дети останутся один на один. Министерство просвещения говорят, что бизнесменам и родителям беспокоиться не о чем. Контроль над садиками будет. А если найдут грубое нарушение, то лицензию отберут. А коррупционные риски в процессе получения этого документа вообще исключены. Потому что механизм автоматизирован благодаря специальной информационной системе. А вот насчет садиков в тени говорят, что именно лицензирование и сможет вывести их в свет. Есть дошкольная организация, которая как раз-таки существует без уведомления. То есть они о этих детских садах ни управление образованием не знают, ни территориальные наши департаменты были не в курсе. А когда будет процесс введен лицензированный, это будет общий реестр. И не будут, наоборот, в тени уходить. В соответствии с предпринимательским кодексом есть несколько видов проверок. То есть это профилактический контроль, это без посещения, есть по жалобам тоже обеспечивается контроль. Сами бизнесмены говорят, что требования, которым они должны соответствовать, слишком высокие. Начиная от требуемой квадратуры помещения, заканчивая качеством образования воспитателей. Ну а в Минпросвещении уверяют, что правила самые элементарные. Накануне главный учитель страны Асхат Айтмагомбетов даже заявлял, что эта процедура поможет работать на опережение и предотвращать нарушения, которые сейчас имеются. И подчеркнул, что добросовестным учредителям и владельцам детсадов беспокоиться не о чем. Сайна Санакова, Ирлан Сарманов, Шалкар Шуакбаев, Атамикен Бизнес. А вот в Жамбулской области около 40 детей с нарушениями слуха уже 6 лет не могут приобрести слуховые аппараты. Родители обеспокоены тем, что их дети, которые ходят в спецшколы, не смогут полноценно приступить к учебе. Корреспонденты Атамикен Бизнес разбирались. Магнит подключается к задней части мозга. Вот магнит, а это крепится к нему. Это устройство передает звук дальше. У нас по закону надо менять через 5 лет. Если не поменять, то качество ухудшается. Сейчас ребенок слышит плохо. Это устройство – единственная надежда для детей, родившихся глухими и неспособными слышать. Для установки кахлеарного импланта проводят специальную операцию. Одна часть размещается внутри, а другая крепится снаружи уха. Это устройство, которое государство предоставляет бесплатно, дети не могут получить уже год. По словам родителей, устаревшие слуховые аппараты со временем начинают выходить из строя. В Жамбулской области кахлеарными имплантами должны быть бесплатно обеспечены 37 детей-инвалидов. Однако родители, которые в течение года обивают пороги госучреждений, говорят, что их дети вынуждены ходить глухими из-за безответственности чиновников. Нас убеждали, что до нового учебного года мы приборы получим. Теперь, когда родители вчера снова собрались и пришли, они сказали, что в их бумагах была ошибка. Поэтому они просто вернут нам деньги. Бюджет выделили в конец года. Они говорят, если деньги останутся неосвоенными, то начальство получит выговор. Вы же знаете, понимаете, поэтому мы деньги вернули, говорят. Не каждый может позволить себе устройство стоимостью 5 миллионов 800 тысяч тенге. Те, кто возглавляют ответственные ведомства, в курсе проблемы. В прошлом году на эти цели рассматривалось выделение 190 миллионов тенге. Но из-за новых изменений в законе о госзакупках поставщика найти не смогли. В этом году эта проблема будет решена, говорят чиновники. Бюджет сейчас рассматривается. Нуждающихся мы собрали. В настоящее время проводятся тендерные процедуры, а 16 августа состоится процедура вскрытия заявок участников конкурса. В соответствии с этим определится, кто какие импланты предлагает, какое учреждение. После этого устройства будут реализованы через победившего участника. Ведомстве заявили, что если конкурс пройдет без каких-либо препятствий, то жители получат импланты к концу сентября. Мы будем следить за развитием этой ситуации. Саяна Санакова, Жанна Турсынов, Мирей Бает, Атамикен Бизнес, Тарас. Казахстанцы могут вновь получить возможность изъять свои пенсионные накопления. В сентябре этого года вступят в силу поправки в закон по вопросам регулирования и развития страхового рынка. Согласно поправкам, лица, заключившие договор пенсионного аннуитета, вправе обратиться в страховую организацию, чтобы изменить условия договора в пользу уменьшения размера страховых выплат и возврата денег в ЕНПФ. Сделать это можно будет не ранее двух лет с даты заключения пенсионного аннуитета. Сумма денег, подлежащая возврату, равна разнице между выкупной суммой и страховой премией, актуальной на дату внесения изменений. При этом выкупная сумма должна быть не менее размера пенсионных накоплений, ранее переведенных из ЕНПФ в страховую организацию. Сумма же страховой премии, которая должна остаться в страховой компании, рассчитывается по-новому с учетом актуального возврата вкладчика и минимальной достаточности. Таким образом, если вкладчик перевел из ЕНПФ в страховую организацию все свои пенсионные накопления, то с введением поправок в закон он сможет сделать перерасчет, уменьшить выплаты по страховому аннуитету и вернуть остаток в ЕНПФ и использовать его на улучшение жилищных условий и лечения. К этому часу все новости. Оставайтесь вместе с Атамикен Бизнес. Всем хорошего вечера.